Поехали. Ждает горы, облака. Надеюсь, что хорошая погода. И высота у нас примерно метров, наверное, 650 над уровнем моря. Мы должны спуститься до самого океана, искупаться и потом идти обратно. Примерно маршрут у нас на 12 километров. Так, вот такой у нас маршрут сегодня. Вокруг горы живописные, прекрасные. Сюда, блин, ехать было с юга 2 часа. Пока доехали, честно говоря, уже устали. А тут еще нам идти километров 10 с хвостиком. По серпантину с маленькой-маленькой скоростью. Пока поднимешься на гору, пока спутишься в эту чеморгу. Ужас какой. Вот, ну вот мы доехали и сейчас идем, спускаемся в сторону океана. Вот там где-то ручей внизу течет. Дети, походу, побежали воду пить. Вон там внизу ручей. Вон Альберт бежит. И вот ручей этот течет. А мы идем туда. Они нас потом догонят. Ребята подготовленные. Мы у них не сомневаемся. Класс. Горы. Безоблачные практически облака. И впереди где-то там далеко океан. Привет. Вот еще один ручей у нас. Немцы вон нас обогнали тоже идут. Двое ребят. Идем гуляем по горам. Так вот. Опустились мы на низ этого ущелья. Сейчас будем в брод переходить в речку местную. Видите? Парк Руал. А на га мы находимся. Говорят, внимание. Вот. И вот. Брод такой у нас тут. Вилек, как водичка теплая? Голодная. Холодная, да? Питьевая? Знаешь, не пробовала. И идем в сторону океана. Что ты тут нашла? Ален. Маленькие арбузы. А, слушай, а это. Да, не помню. Смотрю на тебя, я не пойму, думаю, а сколько здесь градусов сейчас? Очень другое было. Холодно. Плюс 30. Да? Плюс 30? Да. Ты не забыла ничего снять в машине? Нет, мне так удобно. Да? Будет холодно, не надо одеваться. Будет жарко, не надо раздеваться. Алена, я так же. Молодец. Вот так мы тут и ходим. Кто-то в шортах и футболке, а кто-то в пуховике. А вот, ребят, смотрите, как арбузы растут на Тенерифе. Видите? Полосатые такие арбузики. Маленькие. Это похоже на какую-то тыковку, что ли? Это арбуз. По полоску. Держи. А что он в пупырчатый? Пупырчатый арбуз. Так, вот смотрим сейчас, что у него внутри. Что это вообще реально такое? А, слушайте, это больше похоже, наверное, на помидор какой-то, что ли? Вон, Сашка уже и попробовал его даже, походу. Так, вот смотрите, идем по баранке. И вот мы уже выходим, и нашему узору прекрасно открывается Атлантический океан. А вот сейчас мы прямо туда подойдем, и там где-то будет маяк. Так, подходим на край тропы, и видим вот эту вот скала, одиноко парящая в океане, на расстоянии 200 метров от берега. Это называется скала Рока Негро. Точнее, Баха Негро. Вот, она находится на севере. И мы сейчас к ней идем, еще 3 километра до нее примерно. Красота там вообще жуть. А вот рядышком, смотрите, развалины очередные. Представляете, раньше здесь кто-то жил. Сейчас мы будем бим у них проходить. Судя по всему, вот это вот маяк. Получается, мы к нему не пойдем, мы пойдем в сторону океана. Вот тут, представляете, какой домик раньше здесь был. Кто-то жил с таким прекрасным видом на океан. Но все это в прошлом, и люди в прошлом, и дом тоже в прошлом. Стоят какие-то развалины. Но вид здесь шикарный. И судя по всему, разваленным этим, ну, думаю, что больше 200-300 лет. Ребята, смотрите, джунгли прямо вокруг. Тростник. Пальмы растут. И смотрите, рядом тут чей-то огород. Представляете, вот мы сюда шли, вот по этой козьей тропе, в районе 3,5 километров. Представьте, здесь такое сооружение. Вон там домик чей-то, видите? Видимо, дачный. И вот там дальше огород. Там бананы, вижу, растут. Вон помидоры там, вам, наверное, не видно. И как бы автомобильной дороги сюда нету. Представьте вот так вот приходить отдыхать сюда, на огороде покопаться. Ужас какой-то, конечно, ужас. И вот, смотрите, не просто заборчик, а тут еще вон калиточка какая-то. И вон там чей-то флаг. И какое-то хозяйство подсобное. А здесь на этой террасе ничего не растет. Мы в гости сегодня идем, проходим мимо. Вот вода здесь по трубе подается. Но электричества, походу, нету. Там вон на крыше стоит солнечная батарея только. А вон еще одно хозяйство. Так, вот здесь вот у нас перекресток трех дорог. Вот дорога в сторону Чиморги. Мы оттуда пришли. А это Рокки Бермехо. Вот, кстати, видите, гляньте, кто не знает по-испански. Вот это не английская G, это испанская H. Бермехо читается. Вот, и вот мы находимся сейчас вот здесь. В этой точке. Вот этот весь маршрут мы прошли. А идем мы вот сюда. И вот эта шкала, которую я вам показывал в океане. Вот такой вот наш маршрут. Дойдем до этой точки. И повернем вверх. И вверх пойдем мимо маяка. Вот смотрите, шли мы шли. И тут нам накрыт целый стол. Прямо смотрите, какая декорация. Вот так вот все красиво сделано для туристов, походу. Столик, три стулька, тульчика. Можно присесть отдохнуть. Так, и здесь. Чей-то двор. Смотрите, здесь тоже кто-то живет. И такой вход необычный, гляньте, как сделано. А вот, кстати, прикольно, гляньте. Смотрите, какая ваза. В форме старого-старого телевизора. Вон, марка называется National. Прикиньте, как придумали люди. Здесь прям явно творческая какая-то личность живет. Кактусы посадили, вон тележечку поставили. Цепи покрашенные. Так, смотрите, какие кусты над входом. И все это на фоне таких прекрасных гор. И голубого океана. Но мы идем сейчас пока еще вниз. Слушайте, здесь прям жилой дом на жилом доме. Мы явно какую-то деревушку проходим. И прям строение, в общем-то, даже если новое. Но совершенно точно могу вам сказать, автомобильной дороги здесь нет. Не представляю, как они просто здесь эту штуку построили. Вручную, что ли, блоки и цемент сюда везли. Конечно, есть еще вариант приплыть сюда на лодке. Вот, ну вот тоже так. Это подниматься, я вам скажу. Вот отсюда до океана километра полтора точно есть. Вон, гляньте, церковь какая-то. Церковь стоит. Крест на крыше. А вот наша туристическая группа сидит, отдыхает. Вот. Потому как прошли мы уже в районе 4 километров. И на столовое время передохнуть. О, перекус у вас, да? Девчонки, как дела? Что-то вы не туда смотрите. Вся красота сзади. Ну, неплохо смотритесь. Прямо можно сказать, семьями. Дистанцируйтесь, как положено. По два человека. Красота. Так, а что же там за поворотом? Вот я спустился немножко ниже. К океану оказалось, что мы не пойдем. А сейчас поворачиваем и идем вверх. Ничего себе, ребята. Смотрите, какие коттеджи стоят. Ух ты. Красота прям. Вот кто-то живет, да? И разрешили же им построить первая линия возле океана. Баха-Негра-скала. И вот даже, смотрите, тут есть и дома такие построенные из камней. А есть и шалаши. И вот у этих шалашей, вот смотрите, вот здесь вот. Вот здесь вот так. Вот здесь вот внизу, видите? Это солнечная батарея. Вот так вот, ребята, о чем вы думали? Европа, 21 век. Вот такая вот красота. Наверное, все-таки спущусь вниз к океану. Очень красиво. Потом догоню своих. Ну, смотрите, ребят. Упавший ствол Агавы перегораживает дорогу. Вон там дверь валяется. И вот там вот тоже люди живут. Представляете? Какая здесь красота. Берет на Атлантику. Блин, вообще огонь. Погода супер. Чтобы я так жил. Сейчас спущусь и потом вверх в горку. Да, вот смотрите, группа наша не пошла. Решила повернуть и полезть опять в горы. А я, как человек любопытный, решил забрести в местную деревушку. Пока они там точат апельсины и перекусывают, решил накинуть лишние пару километров. посмотреть, что здесь. Ох, ты, гляньте, собачка какая. Вот ребята, которые нас обгоняли. Валя! О, а тут еще и даже вода есть. Смотрите, здесь можно пиво попить. Пиво, фанта, кола. Непонятно, что каджи какое-то. И вода. Один евро. Вот, ребят, тут кафешка, оказывается, есть. Блин, здорово, здорово. Но вода у нас с собой, поэтому побежали дальше. Смотрите, как океан подмывает скалу, видимо, судя по всему, скала из глины и вот прям грязная, мутная такая вода. А вот там вот совершенно голубая и чистая. И здесь вот, смотрите, кстати, пляж из черного вулканического песка. И идем сейчас, поднимаемся в горы. Вот через тот мостик я сейчас пойду. Буду пробираться. Вот электричество здесь вырабатывается с помощью ветряка. Такой вот генератор, который достаточно слабенько крутится. А вон наверху маяк. И вот такой вот стенд стоит на этом пляже. Потом прочитаю. Сейчас не буду, тороплюсь, что здесь написано. Ну, судя по всему, спасательные службы и все дела. Вот возле этого домика осталась наша группа. А я вот забрался дальше. Прошелся, посмотрел вот эту деревушку. Заглянул на этот пляж. Сейчас вот зайду на поворот. За поворот. Пару фотографий с этой скалой. Бока Негра. И побежал обратно. Ух ты, смотрите, ребят. Тут, оказывается, пристань есть. И народ сюда приезжает купаться, загорать. Так что у кого есть лодка, как говорится, добро пожаловать. Ну, смотрите, такая вымощенная тропа идет в сторону пляжа. В сторону пристани. И вот ребята на лодочке приехали. Видите, на моторочке. И в одиночестве, можно сказать, на диком пляже. Загорают. Красота на фоне такого пейзажа. Так, вот смотрите. Я пришел прям к самой скале. Бока Негра. Вот эта красота сзади меня. И вот, смотрите, рядышком этот пляж. Кысочный. И полюбовался и побежал обратно. В общем-то, было все недолго. В течение, можно сказать, пары минут. Бежим обратно. Он добрался от этого мостика. Перехожу его и догоняю группу. Зря они, конечно, сюда не прошли. Виды обалденные пропустили. Ну, ладно, как говорится. Вас смотрят потом по телеку. Вот, ребята, узнаете это место. Церквушка. Вот этот крест. И никого вокруг. Ребята усвистели вверх. Ну, я их догоню. Вот, смотрите, идем обратно. Вот эти столики. И вон, наша группа уже усвистела в сторону маяка. Вон они. Все, съемки закончились. Пока не догоню их. Хоть и тут догоняю, хоть и отстал немножко. Но все равно, ребят, невозможно не достать такую красоту. Смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Если хотите гулять с нами по горам. Вахтостров Тенерифе. Дыхалка сбилась. Что хотел сказать про этот маршрут. Маршрут, на самом деле, вниз идти не очень тяжелый. Обратно, в принципе, тоже плавный достаточно подъем. Вот, смотрите, за моей спиной. Виды офигенные. Вот сюда, до нижней точки, от автомобиля примерно 4,5 километра. Ну, я примерно предполагаю, что 4,5 будет и вверх. Может быть, 5. То есть, маршрут медиум. Под видео оставлю ссылку на трекинг этого маршрута. Если кому интересно, заходите, смотрите. Увидимся на острове. Может быть, когда-нибудь. Если кончится ковид. Пока. Вот он, самый северный маяк острова. Наконец-то к нему дошел. Дыхалка сбитый, разговаривали уже плохо. Ветер здесь огромный. Только что был вон на том пляже. И вот по этой дорожке сейчас проходил. Подым-сю-дым, подым-сю-дым. Вот вот по этому серпантину. Сейчас поднялся ветер, хотя бы не жарко. А вот, видно, маяк с верхней стороны. Защищен колючей проволокой от вешевых туристов. Чтобы, не дай бог, там чего не повредили. Так как работает он в автоматическом режиме уже давно. А вот, смотрите, еще одна скала в океане. Практически скала-парус. Очень красиво. Вот там мы были года четыре назад. Тоже купались. С другой стороны, со стороны пляжа Бениха. Туда есть пешеходный маршрут. В районе, где-то, наверное, 5 километров тоже. Там намного легче, чем здесь, кстати. Здесь я что-то уже подустал немножко. Пока забрался сюда. Никак не могу догнать группу. Как говорится, сяду на пенек, съем пирожок. Если бы он был. На самом деле, даже маленький кусочек в горло не лезет. Капец, как тяжело вверх идти. Но зато смотрите, какие прекрасные виды. Один остров. Точнее, скала-парус. Второй. Вот он. Прямо, можно сказать, беру какую-то, его можно дотронуть. Смотрите. Так, бим-бим-бим-бим-бим-бим. Охрен до него. Так, не трудно уже. Так, бим-бим, можно идти. Идем мы вон туда, с горы. Вот на самый верх. Изнуряющая жара. Очень тяжело. Но в кайф. Вот этот маяк. Только что проходили мимо него. А вот внизу этот пляж. Тоже на нем только что был я. А поднялся всего лишь 350 метров. Номер. Продолжение следует... Наконец я догнал и перегнал свою женскую половину похода. Прошли мы уже, наверное, две трети примерно. Вон маяк, смотрите, как низко. Точнее, как далеко внизу. Что ты говоришь, Юляк? Все остальные уже где-то наверху, а мы тут. А мы идем не торопясь, любуемся красотами. Ты не туда идешь, там обрыв. Ага, смотри, куда идешь-то. А то так недолго и шлепнуться. Тут уже где-то 400 метров до воды лететь. И вон маяк низу. А я не брал, мама же сломала. Вот, поднялись на высоту метров 400, наверное. Небольшой горизонтальный участок пути. Ну, который проходит, вот, посмотрите, рядышком какой обрыв. И вот, судя по всему, здесь грязь. Недавно шел дождь. Сейчас выйдем на смотровую площадку. Смотрите, какое небо синее и голубой океан. Вообще просто огонь. Ну, точнее, вода. Вода, 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 на север, юг и запад. Вода, 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 Атлантика вокруг. Смотрите, какие здесь цветочки высокогорные. Такие они прям колючие, колючие, колючие прям. Колючие, чем кактус. Вон. Такие вот шипы у них на листиках. Совсем недружелюбные. А выглядят прикольно, красиво. А вот мы подошли к этой смотровой площадочке, которая смотрит в сторону Северного полюса. И прекрасный горизонт Скалопарус. В общем, ребята, вы все помните, я это уже показывал. Слышите, как соловьи поют? Не знаю, слышно на камеру, не слышно. Но очень много птиц. Привет. я говорю смотрите какие-то соловьи поют от заказ его так я пошел на охоту вот сейчас посмотрим он вроде без парашюта фыркает спрятался не знаю попробую дальше пойти куда-то он прям делся ой вот красота какая прям сыром пахнет прикинь не гамма козьим сыром класс ребят смотрите местное животное дикое наконец-то сколько ходим по горам первый раз увидел козел прям горный это невидаль вот он север острова сюда туристы редко добираются зато местных жителей полно животных много птичек всяких разных виды конечно потрясающие вот этот остров вообще огонь так ну вот почти 700 метров перепада 8 километров пути и мы наконец-то пришли почти на завершающую точку нашего маршрута вот здесь мы находимся смотрите вот это общая карта вот это здесь на скала было вот где-то или вот здесь или вот здесь это то вот а вот она скала пару смотрите это вот как она маха негра по моему да нижняя черная вот здесь мы в чеморге машину оставили прошли вот так вот так вот так спуск был достаточно несложный а вот подъем достаточно крутой то есть если пойдете этим маршрутом рекомендую идти в эту сторону по часовой стрелке здесь спускаться здесь подниматься будет легче и так мы сейчас в нашей верхней точке нашего маршрута на обратном пути вот здесь находимся и у нас остался небольшой спуск по дороге возможно мы увидим козочек или козлов и кого-то наверно падающих людей так что вот так ребята идем дальше красота смотрите здесь тоже есть развалины кто-то интересно в каком году здесь это построил и жил а вот здесь можно построить послушать на самом деле есть аудиогид по сожалению нет программки здесь нет интернета вот седьмая точка маршрута возможно кстати на этом стенде есть какая-то информация по поводу аудиогида сейчас мы посмотрим штрих кода так вот вот здесь смотрим читаем смотрим читаем фиксирую ставьте на паузу кому интересно да там на стенде кстати была ссылка на сайт в интернете я думаю что там есть какое-то описание этого места возможно всего маршрута вот ну и возможно истории этих строений кто здесь жил когда его построили когда его разрушили сейчас мы видим там никто не живет ходим только мы и другие туристы но место вот такое так что если кому интересно еще расскажу ссылка на трекинг этого маршрута будет под видео и ссылка на сайт с описанием этого места тоже там же заглядывайте вниз под видео смотрите переходите и узнаете а вот самая верхняя точка нашего маршрута и дальше спуск вниз а вот радостные девчонки стоят машат ручками ребята всем привет вот нам осталось чуть-чуть всего лишь пару километров вот за деревушке чеморга и там наши машины ура прям реально ура ура слышите класс опять цветочки василечки сегодняшний маршрут это подготовка следующему походу нашему такую интригу небольшую запущу ребят маска открылась наконец-то для посещения вот закончили наконец-то там ремонт вот посещение впредь там будет платная вот но пока она открытый пока туристов нету первые несколько месяцев разрешают проход бесплатный значит потом вроде бы как проход с резидентов местных жителей будет 8 евро остальным 16 а мы идем туда 25 апреля вот если все нормально будет то покажем вам еще и маску как нам классно так что как говорится подписка лайк и не забудьте нажать на колокольчик внизу и все увидите я вам все покажу еще разговаривать можешь это вообще бодрячком идет смотрите дамочка смотрите как прикольно тропа здесь оборудован он еще поддержаться можно до для инвалидов правда здесь можно не держать пойти но все равно прикольно заботиться о туристах класс вот смотрите вот туда вот мы ушли вниз и вот оттуда мы вернулись сверху а вот здесь вот была точка это было начало нашего маршрута где я включил запись трекинга а вон там вдалеке вот за этими домиками стоят наши машины прекрасный был маршрут ребята кому интересно смотрите ссылочку на трекинг под видео всем пока а и и